Глубоко уважаемый Игорь Николаевич, Анзор Шалович, глубоко уважаемые коллеги. Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить за возможность выступить на третьем съезде врачей неотложной медицины. И, конечно, хочу сказать, что за последние, ну, наверное, 15 лет, конечно, огромные преобразования произошли в медицине в целом, в стране, и в том числе в скорой неотложной помощи. И мы все помним, что 15 лет назад у нас была, конечно, тяжелейшая ситуация после провала 90-х годов, когда большинство машин было изношено, в стране, так сказать, было объединение населения, по сути дела, скорая помощь, в смысле, не так, стационарная помощь в значительной степени была переложена на плечи самого населения, когда нам надо в больницы было приходить с лекарствами, расходными материалами, а были времена, когда даже с бельем. И нужно признать, что, конечно же, целый ряд преобразований за эти 15 лет вообще, конечно, изменили до неузнаваемости наше здравоохранение. И когда мы говорим о том, что много проблем осталось, надо понимать, что огромное количество проблем было решено. Но даже в самые тяжелые годы нужно сказать, что скорая помощь все равно оставалась вот действующим инструментом, по которому вообще население судило и судит о качестве медицинской и доступности медицинской помощи в стране. И каждый эпизод, когда скорая помощь не справляется со своими обязанностями или происходят задержки, или эксцесс на скорой помощи, это всегда становится таким информационным поводом, который обсуждает практически вся страна. И в этих условиях преобразования скорой помощи, конечно, мы все понимали, что они не могут быть как бы ни на миллиметр ухудшить качество скорой помощи. То есть любые преобразования, они могут идти только на улучшение. И в этом плане, конечно, нам было очень непросто совершенствовать нормативную базу и, так сказать, изменять ситуацию. И в значительной степени, конечно, в этом смысле помогли нас проект здравоохранения, когда в 2007 году были закуплены там несколько тысяч машин скорой помощи, которые, по сути дела, обновили парк скорой помощи. Но параллельно с этим шла работа над структурными изменениями внутри скорой медицинской помощи. И в этом смысле я хочу сказать, что, конечно же, прежде всего важнейшую роль сыграло создание, вернее, совершенствование, порядок оказания скорой медицинской помощи в Российской Федерации. Он и раньше был 179 приказ. Но постепенно мы его насыщали новым содержанием. И, честно говоря, вот, наверное, основное это то, что, конечно, мы сохранили весь объем функционирующих бригад. И сейчас порядка 16 тысяч выездных бригад у нас работает постоянно. Порядка 20 тысяч автомобилей машин скорой помощи в стране функционирует. И, конечно, после седьмого года сейчас нарастает опять проблема изношенности транспорта. Но мы слышим и видим, что выделяются средства для того, чтобы решить наиболее острые проблемы. И очень приятно слышать, что председатель правительства сказал, что еще миллиард добавит, помимо 3,5 миллиардов, для того, чтобы закупить дополнительный автотранспорт и передать его в регионы. И при этом все это увязывается, конечно, еще и с такой многоцелевой задачей рабочие места в автопроме и сохранение нашего автопрома и развитие совершенствования наших автомобилей. То есть, так сказать, вот задача комплексная и она решается. Если говорить о внутреннем устройстве скорой медицинской помощи, то, конечно, главное, ну не главное, но одно из важнейших проблем, я его разделю, вот догоспитальный этап. Догоспитальный этап, конечно же, нуждался прежде всего в том, чтобы помимо современных автомобилей были информационные системы, которые позволят быстро получить информацию, передать ее в бригады и отследить скорость исполнения. Конечно, необходимо было сократить количество специализированных бригад, потому что количество специализированных бригад, вот они в 2010 году, смотрите, сколько их было. Они были, вот какие хотите, и инфекционные, и нейрохирургические, и урологические, и стоматологические, и гинекологические, и любые. По сути дела, это, ну скажем, след советского времени, вы знаете, когда в конце 60-х годов Евгений Ванчазов и Михаил Яковлевич Руда, по сути дела поняли, что когда на машине скорой помощи работает не специалист, который готов оценивать все виды неотложных состояний, а специалист, которого другого профиля, а тогда на скорой помощи мог дежурить и хирург, и травматолог, и уролог, и эндокринолог, и кто хотите. То есть, по сути дела, не было специальности врач скорой медицинской помощи. И тогда, когда он приезжал к кардиологическому больному, то возникала проблема, потому что он не способен был распознать кардиологическую патологию. И для того, чтобы эту проблему решить, нашли способ все-таки кардиологические вызовы обеспечить кардиологами. И это был огромный шаг вперед для того времени. Но уже в начале 80-х годов появилась специальность скорая медицинская помощь. И основным разделом в этой специальности было, конечно же, одним из основных разделов. Это в том числе кардиология, неотложная кардиология. И в этой ситуации, когда этот специалист появляется, то он готов оказать помощь не только кардиологическому, но и падение с высоты, и острое отравление, и изолированная травма, и так далее. И гипергликемическая кома, понимаете? А если, так сказать, у нас мы пытаемся отправить только специализированную бригаду, и вот, по сути дела, в 80-е годы все города-миллионники проводили соревнования. У кого будет больше специализированных бригад? Екатеринбург рапортовал, что они ввели еще травматологическую бригаду. Бригаду Петербург, что там реанимационно-хирургическую бригаду, и так далее, и так далее. И вот, когда мы подошли к началу 2000-х годов, а по сути дела уже почти 30 лет существовала специальность, то вот эти специализированные бригады на каком-то этапе, они стали проблемой. Потому что, если к больному приезжает бригада линейная, а и больной говорит, что у него боли в сердце, а после этого говорит, тогда это не к нам, это следующая бригада, то время будет потеряно. То есть, это одна ситуация. А вторая ситуация, когда, если специализированная кардиологическая бригада вдруг оказывается в зоне дорожно-транспортного происшествия и начинает оказывать помощь этому пострадавшему, и он все равно умирает в силу тяжести травм, то противоположная сторона начинает говорить, что он умер не от того, что они его сбили, а от того, что ему оказывала помощь не та бригада. И в этой ситуации, конечно же, весь мир перешел на то, что у них есть только линейные бригады, а если специализированная, только реанимационная. И то, как правило, она идет под принципу рандеву на усиление к линейной бригаде. Вот к этому мы шли, наверное, 10 лет. И я благодарен Леониду Михайловичу Рошалю, сегодня присутствующему здесь, и Евгению Ивановичу Чазому, и Михаилу Яковлевичу Рудея, и Сергею Николаевичу Терещенко, и Евгению Владимировичу Шляхто, и Сергею Анатольевичу Бойцову, которые собрались на круглый стол, и где мы приняли решение о том, что на сегодняшнем этапе выделение кардиологических бригад на догоспитальном этапе практически нецелесообразно. Потому что любая сердечная патология, это та патология, которую должен решать в одно касание врач скорой помощи, и ни в коем случае не задержать оказание этой помощи. Вот, честно говоря, после того, как мы решили проблему с кардиологическими бригадами, конечно, стало гораздо лечее и с неврологическими, и с травматологическими, и с токсикологическими, и с урологическими, и так далее, и так далее. И на сегодняшний день, посмотрите на правый столбец, у нас есть и специализированный бригад, только реанимационный, ну, в том числе не антологический, конечно. Для того, чтобы, так сказать, можно было эвакуировать младенцев в крупный многопрофильный стационар, там, где есть реанимация, остаются психиатрические бригады, хотя нужно сказать, что эти бригады в мире отсутствуют. И следующий этап, я думаю, что у нас задача будет эти бригады переместить все-таки на территорию психиатрических больниц. И они должны постоянно находиться там, а по нашему запросу вызываться на соответствующий вызов. Остаются педиатрические, экстренные, консультативные и авиамедицинские. Количество бригад, значит, мы видим вот количество, динамику количества врачей. Конечно, постепенно уменьшается количество врачей в службе скорой медицинской помощи, потому что врачи постепенно переходят в стационарный этап, в отделение скорой медицинской помощи стационара, а до госпитальный этап мы считаем, что на сегодняшний день, ну вот, зато вы видите, происходит увеличение количества среднего медицинского персонала. Я хочу сказать, что в прошлом году внесено изменение в порядок оказания скорой и неотложной медицинской помощи в 388 приказ, и теперь в качестве помощника в бригаду допускается медицинская сестра. То есть она не может быть основной, но в помощь к фельдшеру или к врачу могут привлекаться медицинские сестры. И на мой взгляд это огромный шаг в том, чтобы закрыть кадровый дефицит в регионах, особенно в регионах с низкой плотностью населения, где есть медицинские сестры, но содержать там фельдшеров и содержать в каждой машине по два фельдшера практически не удается. Если мы посмотрим на динамику, то в принципе у нас врачебные общепрофильные практически ежедневно, так сказать, порядка 10 тысяч, они плюс-минус там 1-2% сохраняются. А специализированные мы видим, что увеличится количество анестезиологов и аниматологических бригад, а бригад другого профиля постепенно уменьшается. Мы на сегодняшний день рекомендуем, чтобы в каждом городе приблизительно 20% бригад были врачебными. Почему? Потому что, честно говоря, это не для оказания помощи в общественных местах. А вот именно тогда, когда приезжает бригада на квартиру и хроническому больному, с которым надо провести беседу, посоветоваться, оказать помощь и, как правило, оставить, вот для этой ситуации больше годятся врачебные бригады, чем фельдшерские. Потому что фельдшерская бригада, как правило, настроена только на эвакуацию. А в сельской местности по-прежнему сохраняется 100% фельдшерских бригад. Но, на мой взгляд, вы знаете, мы подходим к тому моменту, когда вообще служба скорой и неотложной помощи должна в себя понимать, что она теснейшим образом увязана с экстренной специализированной помощью. И если на сегодняшний день действует норматив, что при оказании скорой помощи в экстренной форме 20 минут для доезда для больного, то, честно говоря, последующая маршрутизация, к сожалению, она определена только по нескольким нозологическим формам. А именно, при остром коронарном синдроме, при остром нарушении мозгового кровообращения и при сочетанной травме. И вот в этих ситуациях у нас четко прописано, у нас создана эшелонированная система, если хотите, уровневая система оказания помощи при острой сосудистой патологии и при сочетанной травме. И если больной не маршрутизируется в эту систему, то это ЧП. Но, к сожалению, еще огромное, ну не огромное, довольно много нозологических форм, которые не определены. И если я приезжаю в районную больницу и вижу, что там лежит спинальный больной с травмой 4 дня, и никто не занимается его эвакуацией, то, конечно, это говорит о том, что нам нужно понимать, что если больной требует специализированной помощи в экстренной форме, то мы должны озаботиться, чтобы он в первые часы попал на этот уровень, а не просто был вовремя, за 20 минут доехала машина, и он был доставлен в ближайший стационар. И в этом смысле, конечно, давайте согласимся, что спинальная травма, черепно-лицевая травма, переломы таза с нарушением целостности тазового кольца, тяжелый сепсис, дермальные ожоги любой площади, первоингаляционная травма, глубокие дермальные ожоги больше 5%, тяжелый панкреатит, тяжелое отравление неизвестным ядом, проникающее ранение глаза, тяжелая пневмония с тяжелой дыхательной недостаточностью, какой смысл ее оставлять в районной больнице, если там одни аппараты РО? Конечно, это все повод для того, чтобы в ближайшие часы, в первые сутки этот больной оказался на нужном этапе, на том уровне оказания экстренной специализированной помощи, где ему могут быть предоставлены эти технологии. И нам предстоит закрепить это в нормативных документах. По сути дела, это, ну как бы, переход от лоскутного здравоохранения 90-х годов к единой системе оказания скорой, неотложной и экстренной специализированной форме, которая имеет единую информационную систему хотя бы на регион. И если мы к этому перейдем, то эффективность оказания, как бы, помощи и результативность этой помощи, конечно, будет выше. Поэтому перевод и эвакуация должна осуществляться не тогда, когда иссякли ресурсы предыдущего этапа, а тогда, когда есть прямые медицинские показания, и это должно иметь почти ту же систему, как скорая помощь. По сути дела, это наша совместная работа, вот с Сергеем Федоровым, с территориальными центрами медицинных катастроф, с нормативными документами, с созданием порядка медицинской эвакуации как в чрезвычайной ситуации, так и в повседневных условиях. И это обязательно сейчас будет следующим этапом нашей работы. Я вам хочу сказать, что если говорить о Москве и Петербурге, это построено. В Петербурге никогда не повезут, как и в Москве, ожоги, кроме как в Институт Склифосовского или в 36-ю больницу. Понимаете? Но России же больше. И там, где, по сути дела, 90-е годы, да и почти половина 2000-х годов, пока не было системы КСГ, то экономическая проблема была в том, что концентрировать у себя тяжелых больных, это, по сути, при усредненном тарифе, это просто, по сути, разорение любого стационара. И это невозможно было делать. Но теперь, когда за тяжелым больным идут тяжелые деньги, то, конечно, их надо концентрировать. Потому что это обеспечивает концентрация вот этих больных, ведет к повышению качества оказания им помощи. Ну вот, это я даю пример, как в Петербурге на 600 тысяч жителей приблизительно построены медико-географические зоны по пяти основным профилям. Но если мы скажем уже об ожогах или отравлениях, то, конечно, это будет совсем другая картинка. И даже после черной травмы это уже только один не на 600 тысяч, а один на миллион. Но для того, чтобы это функционировало, должна быть, конечно же, информационная система. Информатизация, скорой помощи и медицинской эвакуации – важнейшая задача, которая решается на протяжении последних десяти лет при помощи, в том числе и государственного заказа, как вы знаете, систему диспетчеризации и геопозиционирования для службы скорой помощи разработана Москва, разработал Татарстан, разработала, так сказать, Пенза, по заказу Министерства здравоохранения была разработана программа. И сейчас интенсивно пытаемся эту программу внедрить. Проблема, честно говоря, в то, что эти программы, как только туда вставляешь геопозиционирование, то нужна поддержка картографии, нужны каналы связи, и это становится гораздо дороже. И вот проблема между тарифом на оказание скорой медицинской помощи и содержанием информационной системы на сегодняшний день до конца не решена. А решать ее все равно, конечно, придется. Но если мы хотим построить систему все-таки, чтобы здравоохранение работало как единый организм, где в первые сутки каждый больной или пострадавший находит тот уровень, достигает того уровня, где ему необходимо оказаться, то, конечно, без системы информационной поддержки это невозможно построить. Ну вот, современные требования к информационной системе. Вы видите, да, вот левый экран – геопозиционирование, средний экран – это заполнение карты больного или пострадавшего, и правый экран – это тут же возможность отправить вызов в бригаду скорой помощи, которые у вас видны, зеленые – свободные, а красные – занятые. Вот что такое современная информационная система. К сожалению, пока только 36% регионов у нас оснащены информационными системами вообще, а вот такого уровня системы есть только в Москве, Казани, Петербурге, Пензе. Я в встрече у меня сегодня. Вот видите, 36% имеет систему управления приемом и обработки вызовов на сегодняшний день. 36% станций. Вот геопозиционирование, направление выездной бригады, скорой медицинской помощи сразу же диспетчерам по приему вызовов, а не передача этого вызова другому диспетчеру по управлениями вызовов. То есть второй диспетчер, конечно, должен оставаться, но за ним должно оставаться управление сложными вызовами и контроль исполнения вызовов. А вот обычный вызов должен сразу же передавать. Иначе, если мы коммуницируем, один принимает, он должен передать второму, тот его осознает и после этого только начнет передавать в бригады, то 20 минут не обеспечить скорость доезда до этого вызова. Поэтому, но главная проблема здесь, конечно, это проблема традиционного устройства современной станции скорой помощи, в которой вот эта система отработана десятилетиями, когда один принимает, другой отправляет. И пока на сегодняшний день вот это, мне кажется, что это в основном ментальная проблема, которую нам пока не побороть. Следующий вопрос. Это развитие первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме. По сути дела, как же нам развивать неотложную помощь? Ну и здесь мне очень нравится, конечно, вы знаете, я увидел, ну скажем так, сейчас в поликлиниках у нас развиваются дневные стационары. Да? Очень хорошая система вторичной профилактики, я бы так сказал. Что это система работы с хроническими больными, которых мы профилактически лечим, компенсируем и не доводим до обострений, требующих экстренной госпитализации. Но вот опыт наших израильских коллег, честно говоря, мне понравился. Они в поликлиниках создают вот такие блоки, в которых до обеда они работают как отделение дневной стационар по профилактике, так сказать, обострения у хронических больных, а в часы пиковых нагрузок с 18 до 24, там, где есть у них же вот эти подстанции скорой помощи, они привозят часть больных своих хроников, они не везут в стационар, они везут к себе. И у них есть 5-6 часов для того, чтобы компенсировать лёгкий гипертонический криз, головокружение, там, какие-то небольшие колики. То есть тогда, когда, так сказать, и дома не оставишь. Но вроде как и в стационар не хочется отвозить, потому что это обязательно будет на несколько дней госпитализация, это опять будет, ну, скажем так, загрузка стационара, и, а поскольку это находится недалеко от дома, то больные с удовольствием ложатся вот на это несколько часов. Но в чём здесь главный принцип? Что они не остаются на ночь. То есть 24 часа такие отделения закрываются, и того, кого нельзя отпустить домой, тех тогда переводим в стационар. Но это от 40 до 70 процентов снижает интенсивность ненужной госпитализации. Вот мне кажется, что, конечно, создание таких блоков в поликлиниках, это ещё и превращение врача поликлиники из офисного врача во врача-лечебника. Потому что по очереди здесь приходится дежурить, и тогда это действительно готовность к оказанию лечебной помощи. А не, если у врача в поликлинике пациент теряет сознание, он кричит врача-врача. Вот как устроены, там же есть блок и детский, и блок для первичного осмотра, и для сортировки, так сказать, с пульсоксиметром и измерителем давления. И вот, на мой взгляд, вот это создание этого блока, мы сейчас хотим сделать пионерный проект в 51-й поликлинике у нас в Петербурге, и очень надеемся, что, так сказать, этот проект будет удачный. У них есть и своя станция, как бы, неотложной помощи, выездные бригады. И в этих выездных бригадах дежурят их врачи, которые знают своих хронических больных. Вот из них, если им будет создан тариф, то, по сути дела, эта поликлиника сможет конкурировать с больницей за легкую категорию больных, не отправляя их туда, а оказывая помощь здесь. Ну и третий этап, конечно, это создание стационарных отделений скорой медицинской помощи, которые, так сказать, являются в большинстве стран мира обязательным условием при приеме большого количества экстренных больных. Они особым образом устроены, они особым образом оснащены, они имеют особую систему сортировки, и, так сказать, по сути дела, их надо назвать умными приемными отделениями. Умное приемное отделение – это такое приемное отделение, в котором предусмотрена сортировка по тяжести, наличие всей диагностической цепочки, и возможность оказания помощи, не прерывая ее, с первых минут пребывания в таком отделении. Я много раз его показывал, может быть, единственное напомню всем, что экстренный поток, он как светофор состоит из зеленого потока легких пациентов, средне-тяжелых желтого потока, и реанимационных красного потока. Так вот, основная масса, конечно, это зеленый поток. И когда мы говорим о своевременной медицинской эвакуации, то, конечно, мы прежде всего говорим о реанимационном потоке и средне-тяжелом. Вот нам не надо из районов вывозить 70% больных. Это хронические больные с обострениями, которые мы должны научиться лечить в центральных районных больницах. А вот 10% требующих реанимационной помощи и средне-тяжелых, требующих тяжелой диагностики, экстренных операций, сложных технологий диагностических, конечно, они должны попасть на свой уровень. Причем из этого потока, это, вот, получается, порядка 35% они должны попасть на второй уровень с первого, а из них 10% должны попасть на региональный уровень. Вот так должна быть выстроена правильно система оказания скорой, неотложной и экстренной специализированной помощи. Это единая цепочка, которая не может быть разорвана отдельно скорая, отдельно неотложная, а отдельно экстренно специализированная. Ну и второе, что я хочу сказать, что, конечно, такие же отделения, они очень важны. То, о чем говорил сегодня Иосиф Давыдович Кобзон, о чем говорил Леонид Михайлович Рошаль, это то, как бы, к чему мы должны быть готовы. Вот эти отделения, они, прежде всего, стационар с таким отделением становится стационаром постоянной готовности для приема одновременно большого количества пострадавших. И такие отделения должны быть созданы, но еще и ежегодно проводить тренировку. Я хочу сказать, что у нас в институте Джанелидзе, ну вот, в Петербурге, стационар постоянной готовности для города определен, как институт Джанелидзе, и постоянная готовность приема либо 150 обожженных, либо 150 отравленных, либо 200 с механической травмой. Для того, чтобы, как бы, принять такое количество пострадавших, мы должны просто понимать, это практически военный опыт, что в структуре пострадавших 70% это легкие пострадавшие, а 30% это средние и тяжелые. И для легких пострадавших нам не нужно освобождать все койки. Надо просто иметь запас дополнительных коек, постов, запаса воды, медикаментов, расходных материалов, которые можно развернуть хоть здесь. Понимаете? И для этого используются соответствующие рекреации, помещения, столовые, актовый зал. И, как бы, аппараллельно для тяжелых пострадавших должен быть запас аппаратный, коек и так далее, которые вот в таких отделениях легко принять. И это обязательное условие сейчас готовности к чрезвычайным ситуациям. По сути дела, если хотите, это ну, вот как мы смотрели сейчас фильм, опыт Сергея Сергеевича Юдина, его участие в оказании помощи раненым, так вот именно во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, академик Ефим Иванович Смирнов разработал систему этапного лечения с эвакуацией по назначению, она называлась, и позволила вернуть 72% пострадавших в строй. И нередко озвучилась мысль о том, что Вторую мировую войну выиграли раненые, потому что они гораздо более опытные, это совсем другие воины, и это как бы в этом смысле вот заслуга медицины, в том, что она позволила это сделать. Так вот, я хочу сказать, что нынешний этап, это в повседневной жизни построение этапного лечения с своевременной эвакуацией по назначению, является краеугольной задачей для нашего здравоохранения сегодня. И вот в том числе эти отделения, когда вот такая площадка, или вот такая площадка, понимаете, то есть эти отделения должны иметь хороший транспортный узел, куда можно развернуть сортировочную площадку. Это вот, ну вот сейчас у нас в университете, мы сделали это отделение специально, чтобы каждый год выпускать тысячу врачей, которые должны видеть, как должны быть приняты, и оказана помощь экстренным больным в современных условиях. Ну вот, это в другом месте, в Таллине, там неважно где. Второе, это, конечно же, для легких пациентов должна быть не обычная смотровая, хирургическая, терапевтическая, травматологическая, а должен быть оборудован зал ожидания, где могут быть больной, родственники, достаточное количество, извините, туалетов, возможность посидеть, посмотреть телевизор, то есть эти больные готовы подождать и час. Это не скажется на их самочувствии, вернее, на состоянии, но они должны быть помещены в человеческие условия. Вот как это в бедной Эстонии это выглядит, а вот как в богатой Америке это выглядит, да, а вот как это выглядит, кстати, в Дженнелидзе. Ну, что нужно для того, чтобы больной с родственниками мог спокойно прийти, сесть и подождать час для того, чтобы его осмотрели, чтобы он прошел по диагностическим кабинетам. Там должны быть помимо вот этого зала смотровые, которые позволяют посмотреть больного индивидуально, а не совместно с другими больными. Поскольку эти больные способны к самостоятельному передвижению, они готовы пройти в любую смотровую. Вот, это как бы легкая категория, вот средне-тяжелая категория, и вот тяжелая категория, сейчас, секундочку, вот она, вот обычная реанимация на 3-4 койки, выдвинутое приемное отделение, потому что нельзя больного сразу отвезти в реанимацию, чтобы он не сбил там программу лечения тех реанимационных больных. Вот, если вы хотите, то, что необходимо делать, и я очень благодарен многим губернаторам, прежде всего, конечно, президенту Татарстана Миниханову, который лично такое отделение первое сделал в Набережных Челнах, будучи еще премьер-министром. Сейчас сделал в Казани два таких отделения, в Альметьевске, то же самое у Владимира Алексеевича Парханова в Краснодарской краевой клинической больнице имени Ачаповского, то же самое сейчас в Волгоградской больнице, Калининград, Ульяновск, в Москве пять больниц таким образом должны быть оборудованы в ближайшее время, и в Петербурге три, четыре с институтом джиннализма. Вот, на сегодняшний день какова перспектива, так сказать, развития таких отделений. Поэтому я скажу, что, завершая, я скажу, что, конечно, хотелось бы, чтобы к 2018 году все-таки те города, которые принимают чемпионат мира по футболу, все-таки принимали, и в городе было хотя бы одно такое отделение. Но если не успеем, значит, будем продолжать работу. Но во всяком случае, на сегодняшний день половина из этих городов уже такие отделения имеют. И тогда мы будем готовы и к приему массовых спортивных мероприятий, и к чрезвычайным ситуациям. А самое главное, что ощущение у населения, у наших людей будет большей безопасности проживания в нашей стране. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Федорович.